Персонаж актёра Михаила Кононова в комедии «Большая перемена» просил разрешения ею восторгаться. А герой Василия Шукшина в драме «Калина Красная» говорил, нечего тут глазками стрелять. Она удивительно хороша и при этом удивительно талантлива. Телевизионный фильм «Рождённая революция» и тому подтверждение. Показать органично свою героиню в юном, зрелом и пожилом возрасте не каждой актрисе по плечу, а ей удалось. Картина была удостоена Государственной премии Советского Союза, а модницы стали носить косы под Гвоздикову. Она и сегодня активно снимается в фильмах и сериалах, играет всегда ярко и душевно. Сегодня моя героиня – народная артистка России Наталья Гвоздикова. Наташа, здравствуйте! Я страшно рада, что вы моя героиня. Мне очень приятно, что вы так хорошо выглядите. И сейчас я это говорю, это я обращаюсь к телезрителям, не ради пустого комплимента, а потому что я сижу рядом с Натальей Гвоздиковой и вижу её глазами. И я хочу вот что у вас спросить. Вам в детстве родители говорили, что вы прекрасная красавица? Или как всем девочкам в Советском Союзе говорили, что нужно хорошо учиться? Однозначно я не могу ответить на этот вопрос, потому что я узнала о том, что я семимесячная, я узнала, когда мне было лет 12-13. То есть родилась в 7 месяцев, да? Очень маленькая, родилась я в Борзе, это была станица, станция, не знаю, у меня написано «Эс», но не село, сейчас говорят, это город. Это три границы – Китай, Монголия и Советский Союз. Папа был военный. Госпиталь военный, за занавеской, даже не занавеской, мама говорит, простыня висела. Ну да, как в фильме «Офицеры», помните? В общем, да. Мама сказала, запомни, пожалуйста, фамилию Бранштейн. Этот человек трижды возвращал тебя к жизни. Но это уже было потом. Я помню, что когда я узнала, я подумала, боже мой, ну раз я семимесячная, значит, что-то такое, какие-то отклонения, наверное, у меня должны быть. И я плакала, я плакала, и мама никак не могла понять, почему это, что со мной происходит. И когда всё-таки она добилась узнать, что меня приводит вот к этому, то я сказала, мама, просто если бы я ещё два месяца была бы у тебя в животе, то я бы была на два месяца умней. Зайка! Вот это прям вывод замечательный. Да, а по поводу красоты, моя сестра, когда меня увидела, она на семь лет старше меня, она сказала, что, ну что же, говорит, она у нас вот такая вот. Мамочка, давай назовём её Розой. Представляешь, что такое Роза Гвоздикова? Роза Гвоздикова. Это сильно потрясно. На что мама сказала, нет, Милочка, мы хотим её назвать или Леночкой, или Ирочкой. На что Мила сказала, нет, я хочу назвать её, думала-думала, и сказала, назовём её Талочкой Наташей. А, Наталочкой, да. И вот так меня Натуся, Наталочка, и до сих пор как бы из той жизни... Люди, да. Если кто-то мне пишет на Туся или говорит по телефону, то я понимаю, что это люди из моего детства. Из детства. Хоть папа военный, объездила много городов, а потом профессия тоже самая, но о внешности меня спрашивают, давала ли я оценку своей внешности. Вы знаете, вот правда говорю, что нет, потому что меня с едой всегда были проблемы, поэтому, когда я решила поступить в балетную школу, меня приняли без вопросов, без проблем. Маленькая, лёгенькая. Маленькая, лёгенькая, ноги как бы, да. Но только сказали, что если она будет вот такая, то она нагрузки не сможет вынести, потому что силёнок мало. И тогда мне делали, как сейчас помню, я назвала её болтанка. Это в кружку мама разбивала яйцо-желток, туда клалась ложка мёда, ложка алоэ, значит, сливочное масло или мёд, но мёд я не очень воспринимала, сахар, и всё это подогревалось. Ужасное питьё, но я вынуждена была это пить. Может быть, из-за этого. Я вообще не очень люблю сладкое. Крайне редко я. Я больше люблю хрен... Бутерброд с колбасой и да-да-да. Хрен, горчица. Селёдка нет. Объясню, почему. Меня опять же поили рыбьим жиром. Запах рыбы до сих пор я не перевариваю. Сейчас, пожалуйста, сейчас капсулы, пей на здоровье, ничего страшного. Но мы дети того времени, конечно, вот это рыбий жир, это был караул полный. Это правда. Нас тоже с сестрой почему-то поили рыбьим жиром. Наташ, а что в детстве было интересно вот вам лично? Что вы любили? Кукол или, может быть, машинки? Или читать? Или кино? Или вот со собакой? Это вы с собакой? Да. Вы знаете, я любила всегда животных, потому что у нас всегда были животные. А так как папа военный, жили мы в городках, то лисёнка притащит, то... Ежа. Ежа, да. То крольчонка, то ещё кто-то... Ну, собаки, понятно, кошки, понятно. Поэтому до сих пор у меня как бы кошка. Но так сложилось, что подобрали кота, потом ещё одного, потом ещё... Вот сейчас у нас третий кот. Все они у нас пушистые. Он вот такого белого цвета, как эта чашка. Зовут его Дастин. И когда я говорю, его зовут Дастин, мне говорят, Хоффман. Я говорю, нет, Хоффман там, а у меня здесь он Жариков. Он Жариков. Да-да, Дастин Жариков прекрасный. Почти как Роза Гвоздикова. Да-да, это ужасно. Вы знаете, я хочу сказать, у нас знакомый, он доктор. Работает он в Франкфурте на Майне. И время от времени он бывал в Москве. И он когда узнал, что я родилась в 50 градусов мороза на Дальнем Востоке, Роза, но он сказал, никак не рифмуется, тогда я Наташа написала, в 40 градусов мороза родилась Наташа Роза. Вот эти переезды частые отцовские маме нелегко давались? При том, что у меня мама наполовину полька, и это присутствовало в её характере, особенно это говорили Федины, друзья по школе, по институту, что у тебя, говорит, бабушка такая вроде, но в ней, говорит, есть такой стержень. Но отношения между моей мамой и сыном всегда были у них... Я, допустим, звонила откуда, я говорю, Фёдор, не могла тебе дозвониться, где ты был, он говорит, я была у бабули, мы тусовались. Причём бабуля иначе никак он не называл. Причём понятно, что у них были какие-то распри, даже со мной. Мы сейчас, он взрослый человек, я взрослый, понятно, что мы ссоримся, понятно, что у нас не всё гладкое. Но очень смешно, когда он был совсем маленький, а популярность зашкаливала, то к нему подходили и говорили, как зовут твою маму? Он говорил, Нанасик. А как фамилия твоя мама? Он говорил, Гозефа. Ну и таким образом люди догадывались, что я Наталья Гвоздикова. Потом, когда уже как бы он стал постарше, он стал называть меня Наник. И до сих пор он называет меня Наник. И вот сейчас я была на гастролях в Когалыме, и он там, мы тебя с Дастином целуем, Наник, чтобы у тебя всё было хорошо и так далее. Но когда мы с ним ссоримся и нужно что-то такое, он подходит ко мне и говорит, Наталья Фёдоровна, можно к вам обратиться? И всё. И я колюсь, я уже не могу, хоть понятно, что бывает, нет, надо выдержать и так далее, и так далее. Как я его зову Феттик. Женя у нас был папсик. Папсик, да. Понятно. Как в каждой семье. Понятно. А родители дружно жили? Да, да. Родители у меня были хорошие, хоть мама была, знаете, такая беленькая, светлые волосы, носик с горбинкой, она у неё совсем не похожа. Говорят, что я похожа на бабушку, на папину маму. А, на папину. Которую звали Наташа, и которую, как бы, меня назвали в честь бабушки Наташи. А кто она была, бабушка Наташи? Она казачка была. Но при этом у папы бабушка была немка. Он рассказывал, что как бы много всяких кровей было, но при этом там, куда бы я ни приезжала. Если это Прибалтика, я их. Если Швеция, Дания, я их. Сейчас вот меня вёз водитель, он татарин сказал, он запустил на меня, говорит, а вы похожи на татарку. Я жила в татаре и разговаривала на татарском языке в пять лет. Мама брала меня за руку, говорит, пошли в магазин, будешь моим переводчиком. Понятно, что я сейчас ничего этого не помню. Не вспомню. Что была и Белоруссия, и Украина, и так далее, и так далее. Я очень дружила с Маргаритой Александровной Эскиной. Это директор Дома актёра. Обожаю её. Помню до сих пор. Необыкновенная женщина. Они вспоминают с такой любовью люди. И я очень много работала с ней. Очень много. Она или ездила с нами, или кто-то нас сопровождал. На гастроли. На гастроли, да. На поездки. Причём совсем не обязательно, что это была за границей где-то. Это могла быть и Россия. Потом, когда она поняла, что нас можно спокойно отпускать на эти хлеба, и даже уже потом, когда я ездила одна, когда Женя не мог, тот же Этуж Владимир Абрамович, с которым у меня были замечательные отношения. И меня спрашивают, как ты могла? Вот с жёна Георгия Степановича. Он же такой крепкий был. Понимаете, я не могу сказать, что я находила какой-то общий язык, но я понимала, что нужно подойти к нему, что-то такое сказать. Или там Михаил Андреевич Глузский, который упал в метро, колено очень сильно повредил. И мы летели с ним из Америки. И я, чтобы было комфортно, подарила ему думку. Думочку. Да-да-да. И потом он возил эту думку с собой в поезде. А потом как-то мы встретили, он говорит, Наташа, ты знаешь, у меня думку украли. И я говорю, я обязательно вам подарю. Он говорит, только чтобы наволочка была не очень маркая. То есть у вас был какой-то подход. Да-да-да. Вы умели ладить. Не знаю. Вот снималась с Толызиной, Валентины Ларионной. И когда недавно снимали со мной передачу, и вдруг она оказалась моей гостьей, она сказала какие-то очень хорошие про меня слова. Спасибо ей большое. Но как бы в конце она решила поставить точку, искала. И она очень хорошо поет. Прекрасно. Она может ночью ко мне открывать дверь, стоит, улетела Лариона, босая, и говорит, не могу включить телевизор. Пошли. Я тоже не умею. Пошли. Вот мы приходим, там чего-то такое. Я говорю, ничего не получится. Открываю дверь и начинаю вылавливать кого-то из наших мужчин. Вылавливаю так быстро. Я говорю, иди вниз, Валентина Лариона не может включить телевизор. Ну вот как-то, понимаете, ничего специального я не делаю. А когда в автобусе едешь, и вас много-много, и та же Эскина мне говорила, а Валентина Лариона сидела, ворчала, ворчала, а мы так с ней сидим через проход. Она говорит, Натульчик, иди, иди, давай, Валентина Лариона, вот вы знаете, мы кошечку подобрали, и все, и как сметанка сразу, знаете. Хочу, чтобы сейчас еще один человек о вас сказал хорошие слова. Елена Дропека. Вспоминая наши встречи вне экрана, когда мы создавали гильзию актеров кино, когда она работала вместе с нами над этим, она очень строгая была. У нее есть стальная такая пружина в характере. Она в состоянии заставить людей делать так, как она хочет. У нее характер настоящий, сильный. Она много лет поддерживала Евгения Жарикова. Я помню, как она приезжала на съемки, фильмы в Казахстане снимали с Женей вместе, как она строго садилась под камеру и смотрела, как мы с Женей играем страстную любовь. А потом по окончании сцены после камеры стоп, говорила, Женя, не верю. И мы еще раз снимали эту сцену. Да, правда, правда. Правда, что было бы. Наташа, вы поклонники одолевали вас? Неважно, как вы чувствовали себя в детстве, но объективно-то вы сумасшедшей красоты? Одолевали, конечно, но я как-то старалась... Ну вот после большой перемены, ведь это же там же... Ну это... И жениться приезжали, и никак не могли понять, почему он Жариков, я Гвоздикова. И как бы не соединяли нас вместе из-за этого. Да, потом вот совсем недавно я приезжаю в госпиталь Вишневского, я дружу благодаря Анечке Снаткиной, которая играла мою дочку в одном из фильмов, узнала, что у меня какие-то проблемы, говорит, Наталья Фёдоровна, так как вы одна из лучших моих мам в кино. Вот я вам даю телефон, и благодаря вот Ане я познакомилась с врачами из госпиталя, и до сих пор с ними на связи, и выступала, и приезжала, и так далее. И вот иду, меня встречают, потому что машины не пропускали, пандемия. Ну, правда, маска вот здесь, потому что на улице идём с старшей медсестрой, Леночкой, с которой поддерживаем очень хорошее отношение. И идём, и вдруг мужчина какой-то пролетает, то возвращается и говорит, ах, вы Квозникова? Я говорю, да, но я не всегда соглашаюсь. Я понимаю, признаюсь. Я говорю, да, он говорит, в 1983 году вы были в Ташкенте, и начинает мне... И вы знаете, вот есть какие-то моменты, которые вспоминаешь не столько о себе, сколько о партнёрах. И я понимаю, что он говорит, да, действительно, я была в Ташкенте. Ну, и что-то такое, я говорю, вы знаете, простите, пожалуйста, но я тороплюсь, меня доктор ждёт. Он говорит, эх, как жалко, можно было бы поговорить. Я говорю, всего вам доброго. Он пошёл в свою сторону. Я пошла в свою сторону. Док Лена мне говорит, Наташа, представляешь, 83-й год, и он тебя узнал. значит, говорит, ты не так изменился. Я понимаю, что я изменилась. Но дело не в этом. Воспоминания этого человека... Ну, слава богу, что он меня узнал, и хорошо, что не сказал ничего плохого. Это же важно. Хоть бывает так, бывает очень смешная история. Опять же, по картине, где с Анечкой мы снимались, молодой человек, водитель, который меня возил. Я только сказала, Вов, только утро, в 7 утра не хочется слушать громко музыку. Пожалуйста, прошу тебя. И у нас до сих пор, это было довольно давно, и до сих пор у нас с ним очень хорошие отношения. Он может приезжать мимо, сказать, Наталья Фёдоровна, вы дома? Я к вам заеду. Мама просила передать вам там огурчики, или я привезу там лук, лучок, петрушечку, или ещё. Я тоже старалась, когда у него ребятёнок родился, я тоже какие-то штучки, дрючки покупала. Передавала, да. Ну, нет, мы сошли с ним в магазин, и я там выбирала такие вот джинсики, там шмачки, и до сих пор у нас с ним очень хорошее отношение. И вот мы с ним идём, Фёдор мой не смог, он на работе был, а я звоню и говорю, Вов, мне сейчас не разрешают носить туфли на каблуках, мне надо купить какие-то тапочки, не знаю, что-то такое, без каблуков. Можешь мне помочь? Он говорит, да, Наталья Фёдоровна, я за вами приеду. И вот мы идём, я под руку с ним, он маленький, тут чуть повыше меня, мы идём разговорим, какая-то женщина так, фик, нас. И так на меня стоит, говорит, вы Наталье Гвоздиковой? Я говорю, нет. Ну как, вы похожи на Наталье Гвоздиковой? Я говорю, что вы хотите? Она говорит, я хотела взять у неё автограф, я говорю, давайте, я вам дам автограф. Она говорит, нет, мне от вас не надо, и пошла дальше. С детьми тоже, представляете, только в лагере, да, я много лет, 20 лет езжу в Артек, и вот там мастер-классы, да, проводим мастер-классы. Ланьше, раньше я старших брала, о любви там, рассказывала про, что я веду дневник, и что они могут держать друг друга за руки, и ничего в этом нет. И пела сейчас мальцы. Так? Меня интересуют малые. Они такие сложные. Вопросы, которые они задают, то ух ты, ух ты, все сидят с телефонами, а нам где-то час надо поговорить. Я говорю, ребят, давайте вот все сейчас уберём телефоны, или выключим, просто спрячем их. И вот час вы со мной пообщаетесь, без телефона. А вы, я говорю, я тоже самая, собрать их нереально, очень сложно. Им и со мной хочется пообщаться, и поговорить там с Петей, или с Колей, и так далее, это совсем другое. И поэтому они экспериментируют со мной, а я экспериментирую с ними. Всегда спрашивают, что я больше всего люблю делать в жизни, да? Я говорю, есть какие-то вещи, которые я вынуждена делать, которые я не очень люблю, но я знаю, что у меня дома всегда должен быть обед. И даже тогда, когда у меня были проблемы со здоровьем, я всё равно старалась так, чтобы... Обед был. Был, да. А компот, я говорю, как всегда, и компот тоже. Да. Что я больше всего люблю делать? Я вам скажу. Читать. И даже сейчас, поехав в поездку, я давала интервью одному из журналов, хороший журнал, но просмотрела так его, и вдруг увидела, что интервью вырубывай. А я очень люблю. Благодаря маме, которая Питер знала, как своих пять пальцев, и даже Фёдора своего я привозила, мы с сестрой, придумывали эрмитаж, как четырёхлетнему мальцу показать эрмитаж. И мы смело сидели и водили Федьку по эрмитажу, и он до сих пор это помнит. А когда французский язык вдруг... У меня папа прекрасно знал французский язык, и вдруг мой товарищ, который родился через два года после того, как папа ушёл из жизни, он в три года заявил, я хочу учить французский язык. Я сказала, кто тебя с таким «р» возьмёт? Я говорю, нельзя. И я год с ним занималась, чтобы он нормально стал говорить «р», потому что французское «р» совсем другое. И он пошёл в школу французский язык. Вот откуда это? Но зато у меня теперь появился человек, когда в кино у меня идут какие-то роли, где есть французский язык присутствует, и говорю, Фёдор, так как я спрягала с тобой глаголы, так как я учила с тобой тексты, я ему читаю, он мне это переводит, говорит, значит, я русскими буквами пишу текст и потом на жвачку везде и хожу та-та-та-ра-та-та-та и потом прихожу на съёмку, я уже готова. Очень смешная история была, когда несколько лет назад мы снимались с Депардье и он всё время ругался. Фёдор, когда пошёл уже в французский язык, он пришёл ко мне вот с такими глазами и сказал, а ты знаешь, что во французском языке есть тоже плохие слова? Я говорю, это что? Не может такого быть. Может. Знай, что слово мэхт это фу. И вдруг Депардье тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тогда его партнёру говорит, но не партнёр, он его как бы и переводчик, в то же время компаньон. Я сказала, Ардун, пожалуйста, передайте Жерару, что я очень хорошо знаю перевод этого слова, и если я начну его говорить по-русски, то мы все будем абсолютно по уши, да, в этом слове. И он перестал? Перестал. А что вы читаете? Вот вы говорите, я больше всего на свете люблю читать. Вот сейчас, Наташа. Я любила историческую литературу и люблю до сих пор. Я очень любила улицкую. Я просто приходила в аэропорт, помню, и просто перешуровывала всё. Во-первых, я была с ней знакома, с Люсей, я её сдала. Она даже для нас, Жени, в своё время написала концертный номер. И назывался наш номер «А годы летят». Вот оттуда, как бы с тех времён, я очень любила её и читала с удовольствием все её книги. А классику какую читаете, Наташа? Ну, классика. Ну, конечно, когда я, помню, на гастролях встретилась с Василием Семёновичем Лановым, я ему сказала, что будешь читать? Знаете, как, слово не воробей, а женщина как мы ля, а потом думаем, зачем? Так и я сказала, буду читать Пушкина «Цветок». Он говорит, «Пушкина». А он Пушкина читал, «Гениально». Значит, меня объявляют, Екатеринбург, как сейчас помню, выхожу на сцену, а он стоит за кулисами. У меня... А я и так дрифливая, ужасно. Я нервничаю, я помню, к Ноне Мордяковой подходила, «Нона Викторовна, ну, почему же я так волнуюсь?» Она говорит, «Наташа, а иначе, говорит, это... Ничего не выйдет». И вот так вот я вышла, и только у меня здесь, «Только не перепутать, только не перепутать, только не забыть, только не забыть». И читаю стихотворение, «Цветок». Там нет знаков припинания, кроме знака вопроса. И он стоит сбоку, и, значит, все это послушал, я ушла со сцены, подошла к нему, молчу. Он так стоит и говорит, «Молодец! Ничего не перепутала». Я говорю, «Да, Василий Семенович, при вас читать Пушкина, это нужно иметь, в общем... Мужество. Мужество, да. Евгений Герасимов. Когда я увидел ее в «Большое перемене», я понял, какая-то удивительная, красивая актриса, которую я, в общем, вот так вот как-то нигде и не видел. Причем не похожая ни на кого. В Наташе какая-то есть своя изюминка, которую она продолжает нести по жизни. Мы с Женей Жариковым поступали на высшие режиссерские курсы вместе. У нас были переживания, серьезные. И я оказался на кухне семьи Жариковых. Мы с Женей приехали, и я очутился в каком-то раю по атмосфере, по всему. Она потрясающая хозяйка и великолепно готовит. И Жене повезло. Она, на самом деле, она очень преданный человек. Она не любящий фальши, напыщенности. Нет, Женя обожал ее и готов был вообще ради нее делать все, что угодно. Вообще, она замечательный человек. Очень многим людям она вместе с Женей помогала, помогает. У них очень много друзей. Они безумно влюблены в своего сына. Сейчас вот такой, по-моему, период, в котором она вот застыла в своем таком облике, который ей очень идет. По-моему, ей очень комфортно в этом состоянии. Мы играли вместе «Ночь желтого быка» замечательного режиссера, который положил нас в постель. Наташа была моей женой. Она старалась до меня не дотрагиваться. Относилась к этому ко всему очень-очень серьезно. Я потрунил на нее, говорю, «Ну, Наташка, ну, чего ты? Ну, как так? Расслабься там». «Прекрати. Не приближайся ко мне». Я говорю, «Да не приближайся, постель узкая, лежи тоже спокойно, давай играть». «Ну, ты опять как-то…» Я говорю, «Ну, как? Я живой же человек». Ужасно. Не люблю целоваться в жизни. Три раза целовалась в кино. Три раза мою героиню по разными соусами как бы она погибала. Сейчас отказываюсь категорически. Я только понимаю, что мне это предстоит, поэтому не хочу, не хочу, не хочу. Я и с батюшкой говорила на эту тему. По поводу поцелуев не знаю. Может быть, потому что я очень брезгливая. И вот когда мы встретились с Мишей Конном на большой перемене, я пробовалась не с ним, другим Сережей Таркачевским, который, как мне сказали, ушел в веру и как-то ушел из профессии. И один из первых съемочных дней мы с Мишей должны целоваться. Я даже сейчас вот смотрю и думаю, с каким удовольствием вот это делал, потому что сначала у меня губы, ну губы как губы, а потом они малинового цвета. То есть он это делал с удовольствием. А для меня это был кошмар. Наташ, вы учились у Герасимова Сергея Полинарича и у Макаровой Тамары Федоровны. Это какие-то совершенно легендарные люди во всех отношениях. И эти люди вырастили, ну весь кинематограф почти, отечественные, да? И у них это как-то получалось. Я не знаю, как. А вот вы знаете ответ на вопрос, почему сейчас ни у кого не получается так же воспитать и вырастить артистов? Ну, начнем с того, что у нас были очень маленькие курсы. Восемь девочек, восемь мальчиков. Все. И поэтому для нас самое страшное было, когда Сергей Аполлинаевич говорил о профнепригодности. То есть это, говорит, может произойти на любом курсе. Нам ставились условия, что первых два года никаких съемок. Используют вашу внешность, и все. Это было, говорит, на нашем веку как бы. Они говорили о звездной болезни. Актер может погибнуть. Вот войти в это и не выйти. Он стремился к тому, чтобы мы больше получали в институте. Потому что он говорил, что ваша профессия, ребята, запомните, за четыре года мы не можем вас научить всему. Самообразование никогда не помешает. Учитесь, не стесняйтесь. Я одно время стала собирать словарей, потому что работала на телевидении. И, думаю, надо правильно говорить. Женский телевизионный клуб «Москвичка». Все знаменитые женщины Советского Союза приезжали к нам в студию. И это надо было запомнить. И это надо было правильно озвучить. Рассказать. Да, и рассказать, и так далее, и так далее. И даже сейчас, знаете, мне становится просто иной раз стыдно то, что я слышу с экрана телевизора. Я даже, знаете, не выдерживаю иной раз. И людям делаю замечания. Когда о ней говорю и вспоминаю, это хочется улыбаться, потому что мы с ней в очень хороших отношениях, дружеских именно. И, наверное, от этого еще Женя Жариков, все-таки сокурсник мой. Мы с ним всегда наставили в пару. Мы танцевали на уроках танца. Осталось вот это все ощущение, что она мне очень близка. Ты знаешь, что на нее можно положиться. Она действительно мудрее. Она как-то больше понимает жизнь. Она больше как-то приспособлена к этой жизни. Она серьезный человек очень. Она внимательно ко всему относится. С ней можно посоветоваться о чем-то. Она меня всегда ругает. Она меня многому учит. Она каждый день записывает все, что в этот день происходит. И у нее сейчас, наверное, не знаю, 10 или 15 этих тетрадей. Наташа, думаю, сможет написать просто роман, потому что у нее еще память хорошая. И я думаю, какая она молодчина. Она еще с очень таким мужским характером. И она никогда никому не жалуется. Она с достоинством себя держит в любой ситуации. Дай Бог, чтобы у нее все наконец наладилось. Чтобы ножки у нее ходили. Чтобы она улыбалась. Чтобы у нее была работа. И чтобы она была счастлива со своим сынолькой Федей. Телефоны выключаю всегда. До 11 не включаю. Потому что не дают ничего делать. Начинают раздаваться звонки. А мне нужно с утра... Там, допустим, есть какие-то обязанности, которые я должна сделать. И поэтому где-то пол 11 в 11 я включаю телефон. Когда я куда-то уезжаю, я всегда своим мужчинам, мамочке говорила, «Ребята, не беспокойтесь. Как только я прилечу, я кому-то из вас дозвонюсь, а вы уже поставите в известность». Друг друга. Да, друг друга. То есть вот, чтобы когда бы ни было. И леса майскую. Я даже, вы знаете, я даже на корабле плыла в Японию. Я даже пришла в рубку и попросила, чтобы написали телеграмму, послали в Москву, что у меня все в порядке. Все в порядке. Я понимаю. Может быть, от папы пошло это. То, что папа был военный. Но при этом он не был военный. Знаете, вот тут рассказывают, что у меня отец был военный. Меня наказывали. Меня наказывали. Но наказание для меня было самое ужасное. Знаете, какое? Он вот так меня брал за шиворот. Да? Потрясет вот так, как грушу. Как качать. И поставил. О, для меня это было страшно. Я понимаю. Страшно. Ужасное наказание. Папа был умницей, закончил. Ну, то есть он выше образования. Великолепно математика и так далее. А я математика. Я гуманитарий. И он говорит, значит так. Вот я тебя научу решать задачи. Ты научишься. А я за это научу тебя играть в карты. Дурака. Прекрасно. Прекрасный педагогический ход. Но этот ход потом повторился. Оставляем мы нашего сына на очередную няню. Няня, интеллигентная женщина. Работает в Большом театре. И так далее, и так далее. Значит, я попросила, если можно, Нина Владимировна, пожалуйста, вот утром что-то горячее. Или кашу. Или там яичницу, омлет. Да, да. Наталья Федоровна, все будет в порядке. Уехали. Приехали. Спасибо большое. Все. Сынок приходит из школы. И, значит, он говорит, мам, я быстро еще сделаю уроки. И после этого мы с тобой сыграем в картишки. СМЕХ Первый класс. Представляете? Представляю. Я говорю, что? В картишке. Я говорю, откуда картишки? Он говорит, Нина Владимировна, Федь, сделаешь быстро уроки, я тебя научу играть в карты. Вот вам, пожалуйста. Юрий Беляев. Она человек хороший. Она человек мягкий, нежный. Человек терпеливый. И после всего, что ей пришлось и приходится переживать, правда терпеливая и очень удобная партнерша. Есть такая категория артистов, которые, если не волнуются, то они считают, что они плохо играют. У нее это волнение было такое, скорее, детское и наивенное. А вот эти два качества сокращают всякие дистанции. Поэтому работать было не просто приятно, а с удовольствием. Надо сказать, что у нее такое своеобразное чувство юмора, и я ни разу, так ни разу и не смог удержаться, чтобы как-нибудь ее не поддеть. Наивность такая актерская, она верит во все. Какую бы чушь я ни нес, она верит. Но в конце концов она понимает, что я просто, ну так, грубо выражаясь, издеваюсь над ней, да? Естественная реакция смеховая. Это качества, которые у нее не истратились. И я думаю, что это ее такое хорошее достоинство. Спасибо большое. Это правда. Верю во все. Дурище. Вы же продолжаете работать. Вы работаете. Вот скажите, пожалуйста, вам сейчас, в нынешних обстоятельствах, и кинообстоятельствах, и интернет-обстоятельствах, вам нравится работать? Я не могу сказать, что меня прямо засыпают предложениями. Но то, что я делаю, мне это интересно. Естественно, я должна знать, на что я соглашаюсь. Вот сейчас я сыграла роль хорошие партнеры, хорошие актеры и хороший режиссер. Кстати, возглавляет дом актера сейчас, Сан Саныч. Просто первый день он и я, мы нервничали страшно. Потому что по возрасту моя героиня старше, чем я. Но я никогда этого не боялась. Я боялась быть инженю. Но как мне недавно кто-то сказал, Наташа, нет, ты бы не стала травести, как бы твоя внешность не дала бы возможности. Но все равно я об этом думала. Точно так же, когда Катя Рождественская снимала вот всякие эти дела, то ты там королева, то еще что-то, я и купчиха у нее была, я и мод до 50-х годов, и под Пушкинскую, меня под картинку, да, Пушкинская героиня, меня под нее. И вдруг звонят и говорят, сказочные герои, какие-то вот из сказок, какие-то герои и так далее. Кого бы вы хотели? Я говорю, дайте подумать. Знаете, кого я сыграла? И сыграла? Это не просто так. Села, и ты уже, да. Нет, я сыграла бабушку Федору. А за ними вдоль забора идет бабушка Федора. И когда я пришла, Люсенька, замечательный гример, которая работала все фильмы Соловьева, она мне сделала седой парик, такой сединой, темненький. Вот такой нос мне сделала. Конопушки. Мне к попе привязали вот такую подушку. Посадили меня около... Я такая вся сижу, платочки. Кошку посадили. Ну, классная фотография. Моя сестра, когда увидела, сказала, это любимая моя твоя роль. Тот же Боря Грачевская. Я говорю, Боря, ну, учительница, ну, мама-врач. Ну, я говорю, уже сыграла вот так. Ну, пожалуйста. Он говорит, обещаю, что ты у меня снимешься, что-нибудь придумаем. Такое, чтобы ты не была вот Наташей Гвоздиковой. И не случилось. Не случилось. К сожалению. Потому что он был чудный совершенно человек. Мы с ним много лет были знакомы. И я никогда не видела его злым. Сердитый, да, был. Там что-то такое у него. Но не было злобы в человеке. Это очень важно. Это очень важно. Я согласна. Как Алла Ларионова. Я хочу сказать, Алла Дмитрия Ларионова. Когда я вошла в жизнь актеров, была такая программа «Товарищ кино». Где самые популярные актеры театра, кино, композиторы. Я всех композиторов знаю. Мы все как-то, знаете, мы жили какой-то одной семьей. И вот меня поразила Алла Дмитриевна Ларионова, которую я увидела, когда еще училась в институте, возвращаясь к Герасимову и Макаровой. К нам приезжали бывшие ученики Сергея Полинарьевича и Тамары Федоровны. И вот когда вошла Алла Ларионова с Николаем Николаевичем Рыбниковым, но он как он, не кочегарый. Так вы знаете, ну, а характер был, будьте, нате. А она такая красивая. Волосы. Глаза. Я никогда не видела цвета. Глаз такого, как у Аллы Дмитриевны Ларионовой. Они были, знаете, какого цвета? Пармской фиалки. Но она никогда ни о ком не говорила плохо. Как же это сложно прожить такую жизнь такой красавицей, начать, а потом вот вся вот это, да, и вот это играть не может, и вот это как меня не утверждает. Я говорю, ну, почему вы меня не утвердите? Она не может быть такая красивая. А я не верила этому. Из любого человека можно сделать вот та же бабушка Федора, да? Я не боялась, что мне вот такие уши сделают. Да, понятно, конечно. Я не боялась, что мне вот такой... И фотограф, который меня, Серёжа Иванов, который меня знает, как облупленный, когда увидела фотографию, говорит, Наташа, а что у тебя с носом? Я говорю, Серёжа. Я говорю, Серёжа. Это грим. Серёж, ты же меня знаешь как облупленную. Он говорит, а, да, правда. Наташа, я вам желаю... Знаете чего? Вот вы как-то сказали, что вы хотите сыграть комедийного персонажа. Да, да. Вот я вам желаю, чтобы вы сыграли очень смешную роль. И аплодирую я вам как человеку, как Алле Ларионову, как человеку, который никогда ни о ком не говорит плохо. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Меня всегда поражает в Наталье её жизнелюбие и умение ладить с людьми. Это ещё один её уникальный талант. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что хороший человек – это профессия. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...